Послание к Титу, святого апостола Павла. Глава 1. Вверенное мне по повелению Спасителя нашего Бога. Титу, истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресцветеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но, странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, учащему не должно, и с постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским бастям и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но оскверненный ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Титу, 2 глава. Ты же говори то, что сообразно здравым учениям, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старцы также одевались приличным святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был постромлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабову вещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Титу, 3 глава. Были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы, по упованию, соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала всем, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний, родословий, споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. — Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. — Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника и Аполлоса, позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствую тебя все находящиеся со мною. Приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.